Всем доброго времени суток, с вами Склар. В этой серии советов по игре за лучника я, исходя из своего личного опыта, постараюсь детально разобрать некоторые скиллы. Описание скиллов я зачитывать не буду, я просто разберу некоторые моменты. В данном видео все скиллы использованы без глифов. Прицельный выстрел на 4 стадиях натягивания наносит разный урон. А на последней стадии противник опрокидывается. На 18 метрах наносится минимальный урон, а максимальный урон можно нанести на расстоянии от 13 до 14 метров. При стрельбе в упор урон не меняется. На 3 стадии прицельный выстрел может застаггерить противника, тем самым прервав анимацию каста некоторых скиллов. Проникающий выстрел аналогичен прицельному, но стаггерить он не умеет. Стаггеры – это два таких пулеметика-увычника. Анимик расстанет противника, тем самым устанавливая его на очень короткое время. Стаггеры прервают анимацию каста некоторых скиллов. Второй пулеметик можно использовать только после использования проникающего или прицельного выстрела. Анимацию каста дальних ловушек можно прервать обычным прыжком. Шагнув в любую сторону, можно прервать каст ливня. Если использовать кик под определенным углом, то противник, который стоит в блоке, будет застанен. Чтобы прервать анимацию кика, а потом продолжить, нужно после первого удара сделать шаг влево или вправо, а потом опять нажать на кик. Данные три стрелы имеют функцию автонаведения. Если во время каста прицел был на противнике, то стрела сама долетит до цели. Метка. Повышает урон по помеченной цели. Вроде мелочь, но согласитесь, 3-4 тысячи лишних урона вам никогда не помешает. Вот и закончилась первая серия. Если понравилось, то жди следующую. Да и на канал не забудь подписаться. Во второй серии я расскажу о PvP и PvE билдах. Всем спасибо. Всем пока.